Вести Хакасия на канале Россия 24. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. Сегодня в Абакане начал работу первый республиканский форум энергоэффективности и энергосбережения Хакасии. Представители Министерства энергетики России, а также Российского энергетического агентства обсудили с местной властью проблемы экономии и эффективного использования энергоресурсов. В рамках форума была открыта выставка, где свои технологии в сфере энергосбережения представили ведущие российские и зарубежные компании. Тему продолжит Олеся Калиниченко. Сегодня энергосбережение – одно из приоритетных направлений политики государства. Каждый регион, в том числе и Хакасия, в зависимости от природных и экономических условий разрабатывает собственные программы эффективного использования энергоресурсов. Республиканское рассчитано до 2020 года. Пока местные власти занимались изучением проблемы энергосбережения и сбором информации, сегодня назрела необходимость делиться опытом и приступать от слов к делу. Собственно говоря, именно для этого был организован форум энергосбережения и энергоэффективность Хакасии. Эти форумы сейчас стали гораздо более массовыми, чем, скажем, это было пять лет назад, когда это нечто было такое новое, люди приходили, в общем-то, для того, чтобы поудивляться. Сейчас люди приходят за поиском конкретных решений на практические вопросы, которыми они сталкиваются каждый день. Организаторы форума – Госкомитет по тарифам и энергетике Хакасии, Центр энергосбережения. Участники – представители Министерства энергетики России, научные сотрудники Хакасского госуниверситета, главы муниципальных образований. Все, кому не безразличны затраты на электроэнергию, тепло и водоснабжение. Как экономить электроэнергию, тепло и воду, используя современные технологии? Об этом можно было узнать на выставке форума. Свои разработки в области энергоэффективности представили отечественные и зарубежные производители. Не остались в стороне и местные изобретатели. Энергоэффективные проекты представили студенты Хакасского технического института. Данил Половников, изучив погодные условия республики, доказал экономическую выгоду установки ветрогенераторов и солнечных батарей в южных районах Хакасии. Максим Шабусов – автор миниатюрной гидроэлектростанции для жителей поселка Кубайка. Мощность микрогэс 5 киловатт в зависимости от течения реки. То есть на село Кубайка, на 31 хозяйство предусмотрена 31 установка. При расчетах 3 рубля киловатт час установка купится 7-8 лет. Помимо инновационных разработок, на выставке форума можно было познакомиться с более реальными технологиями, которые уже успешно применяют в сфере энергосбережения. Это тепловые узлы для модернизации отопления, гелиосистемы, светодиодные лампы. По оценкам экспертов, при грамотном использовании технологических новинок можно сэкономить до 40% энергоресурсов. В этом году часть пилотных проектов будет реализована и в Хакасии. Это энергоэффективное уличное освещение. Второе направление – это модернизация котельного оборудования, увеличение коэффициентно-полезного действия работы котлов. Это уменьшение потерь как гидравлических, так и тепловых. В тепловых сетях это глобальная программа модернизации тепловых сетей, внедрение новых технологий при уже реконструкции этих сетей. Первым испытает энергоэффективные технологии Усть-Абаканский район. На этой неделе здесь установят роботеризированную котельную для социальных объектов. Угля она будет расходовать меньше, а тепла давать больше. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Усть-Абаканский район получит дополнительные деньги на развитие. Об этом руководитель республики Виктор Зимин рассказал на встрече с главой района Виктором Рябчевским. В главе региона удалось достичь договоренности с руководством компании «Русский уголь» об увеличении налоговых отчислений в пользу муниципалитета. Это станет возможным после того, как предприятие зарегистрируется на территорию Усть-Абаканского района. Потому что он незаслуженно отделен у нас район. Разработка угля ведется на территории Усть-Абаканского района. Основная доля налогов уходит в республику и в город Черногорск. Мы договорились, что мы не обижаем и город Черногорск, какая у него доля была, чтобы сохранилась. Абсолютных цифр мы пока не утверждали. Но, во всяком случае, я думаю, не менее 30-40 миллионов в год Усть-Абаканский район дополнительно будет получать. Кроме того, по словам главы региона, руководство «Русского угля» готово принимать активное участие в социальных программах, которые реализует Хакасия, в первую очередь на территории Усть-Абаканского района. У меня на сегодняшний день полная уверенность в том, что наши социальные объекты будут финансироваться в текущем году. Задача поставлена по вводу детского садика и продолжению строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, который мы начали в прошлом году. Есть реальные возможности для финансирования и для пополнения районного бюджета. Глупая детская шутка стала причиной большого скандала. На интернет-сайте Саиногорск.Инфо появилась информация, что в оздоровительном лагере «Горный кристалл» в окрестностях Абазы старшеклассники заставляют подростков употреблять на свай. Так заявили родственники мальчика, которые забрали его из лагеря. Чтобы прояснить все подробности происшествия, наша съемочная группа выехала в Абазу. В лагерь «Горный кристалл» мы попали, когда дети проводили так называемый «час веселого грима» – раскрашенные лица, улыбки и смех. Сейчас здесь больше 300 воспитанников и психологический климат среди детей, по словам воспитателей, неплохой. Очень хорошие дети, сдружаются друг с другом, но понятно, что есть какие-то небольшие инциденты, шутят друг на друга, могут подшутить, ребятишки обозвать кого-то, измазать пастой. Но это детский оздоровительный лагерь, без этого никак. Часть детей – 100 человек. Целевая патриотическая смена под названием «Ты нужен России». Здесь дети от 6 до 16 лет со всей Хакасии. Причем большинство из них состоят на учете – либо в инспекции по делам несовершеннолетних, либо на внутрешкольном. Именно поэтому в лагере круглосуточно дежурят четыре представителя полиции. Инцидент с названием случился в конце прошлой недели. Как говорят сами подростки, никакого давления на младших не было. Дети пояснили, что они ради шутки решили разыграть своих сверстников. Из газонокосилки собрали вот эту мелкую траву, которая остается при скашивании. Когда провели медицинское свидетельство, ни у одного подростка не было обнаружено какого-либо опьянения, ни токсического, ни наркотического. Однако шутка пошла дальше. Юнцы предложили вещество одному из подростков, а он позвонил отцу в Саяногорск. В результате мужчина срочно приехал и забрал сына. В объяснении написал, что недоволен воспитательным процессом. У нее спросили, спрашивали, вы же тем-то недовольны, может быть, оброчитесь к нам с заявлением, с жалобой, чтобы мы провели свою проверку, что-то произошло. Но от всего данного предложенного он отказался, сказал, разберусь сам, сел в машину и уехал. Полицейские провели свою проверку. Они отослали зеленую массу на экспертизу. В вердикт лаборатории – вещество, представленное на исследовании, не содержит наркотически активных компонентов и к наркотическим веществам не относится. Тем не менее, лагерь «Горный кристалл» сейчас проверяют представители Саяногорского управления образования и службы соцзащиты. Алексей Баинов, Антон Михайлов, Винсих, Акасия. Завтра в Абакане откроется новый учебный корпус детской художественной школы имени Каратанова. Пожалуй, теперь это одно из самых необычных зданий в городе. Как готовятся к новоселью в самой школе, мы узнали у ее директора Александра Кобыльцова. Сегодня он гость нашей рубрики «Интервью». На этом наш выпуск завершен. Берегите себя. Продолжение следует...